Приветствую вас. Вопрос вы задали достаточно интересный, то есть, я бы так сказал, необычный. Обычно молодые люди жалуются на то, что девушки, ну вот как вы пишете, да, блуд, гулянки, там, алкоголь, прочее. У вас ситуация вообще совершенно нетипичная. Девушка, с которой вы встречаетесь, ведет себя нормально, хорошо, адекватно, если я правильно вас понял. А по истечении времени, по истечению времени, она начинает, опять-таки, если я правильно вас понял, по истечению времени, человек уходит от вас и пускается вас все тяжко. Ну, не знаю, конечно, насколько вы воспримете мои слова позитивно, потому что, ну, может вам не понравится, что-то я скажу. Ну, тем не менее, прошу постараться хотя бы отнестись с пониманием, я ведь хочу вам помочь, вот. Значит, вероятнее всего, вероятнее всего, вы как-то влияете на девушек, вы как-то влияете на них таким образом, что они меняют образ своего поведения с того, который вас, в принципе, устраивает, да, на тот, который вас, ну, вообще, в принципе, не устраивает. Я думаю, что причина кроется в том, как вот вы себя позиционируете по отношению к девушкам, да, как вы позиционируете себя по отношению к своим партнерам, как вы позиционируете себя по отношению к жизни, это тоже очень важный момент. И вполне вероятно, что вы стремитесь к тому, чтобы, ну, жить хорошо, чтобы жить правильно, чтобы жить, там, в соответствии со своими убеждениями, там, стремлениями, да, и так далее. Но девушки воспринимают то, что вы, вот ваши позиции, девушки воспринимают как что-то негативное, как что-то ограничивающее их, и с вами девочка чувствует себя, ну, судя по вашему описанию, не свободно. По какой причине она это чувствует, девочка, ну, любая конкретная девушка, там, неважно, какая, да, а, вот, вы сказали, четыре девушки у вас испытывали подобное, значит, думаю, что проблема стоит достаточно остро. Так вот, собственно, мне бы хотелось, чтобы вы проанализировали, чтобы вы проанализировали, значит, свое поведение по отношению к женщине, как вы себя ставите, ну, перед ней, как вы себя ведете, какую позицию вы занимаетесь, что позволяете, ну, девушкам, чего не позволяете девушкам, что можно им, вот, по вашему мнению, чего нельзя им, опять-таки, по вашему мнению. То есть вот эти моменты все нужно пронабатывать. То есть вот это может быть, что вы просто личный границ человека нарушаете, заставляя неосознанно чувствовать его себя несвободным. Я понимаю, что вы очень серьезный молодой человек, я уже это понял по вашему, ну, по вашему сообщению. Это очень здорово, что вы серьезный, это очень здорово, что вы считаете, что 23 года пора заводить семью, пора образовывать, так сказать, брак и, собственно, становиться уже вот женатым мужчиной. Но проблема в том, что мне кажется, что вот задумка-то ваша хорошая. Ну, во-первых, не все разделяют вашу точку зрения, то, что в вашем возрасте уже пора, а девушки, я думаю, вы встречаете, ну, скорее всего, не старшего. И во-вторых, во-вторых, нужно понять, какие качества ваши привели к тому, что вы вот так считаете. То есть вот как вы воспитаны, да, какое у вас воспитание, как вы вот позиционируете себя, как вы относитесь к жизни, какие у вас ценности. Возможно, все вот это вместе, в своем, ну, там, комплексе, в своем, в своей совокупности, лучше будет, наверное, сказать, в своей совокупности, образуют какие-то негативные паттерны, негативные паттерны для девушки. Я, конечно, не могу сейчас сказать, какие именно. Там, естественно, надо анализировать ваши отношения, вот, брать и прям просто вот с первых по, ну, все ваши отношения, просто брать и разбирать. Разбирать прям вот от и до, чтобы понять, что вы делаете, что вы делаете не так. Если вот какое-то, действительно, будут выявлены какие-то негативные аспекты, и если вы будете готовы посчитать, что они действительно негативные, эти аспекты, потому что, ну, вы банально можете не согласиться с тем, например, что вот я вам, допустим, скажу что-то, да, что вы вот что-то делаете не так, а вы посчитаете, нет, я все правильно делаю, я вот, это вот, это часть меня, и я не могу измениться. А в таком случае, знаете, как бы уже решать вам, у вас точно что-то в вашем поведении, в отношении к девушкам их напрягает, что-то им не нравится. Что именно нужно разбирать, выяснять, искать, и, соответственно, вас как-то вот менять, чтобы вы извлекали опыт из того, что вам, например, я предложил, и как-то менялись, может быть, более, более щадящие относились к девушкам, может быть, как-то больше им позволяли именно в отношениях, чтобы они не чувствовали себя в тюрьме. Еще раз, я понимаю, что вы никого не хотите заключать в тюрьму, я понимаю, что вы вообще-то преследуете очень благородные цели. Я это все понимаю, правда, но вы же сами видите, что отношения у вас не очень складываются, а значит, нужно что-то делать. А раз так, то вот нужно разбираться. Разбираться, анализировать, и если вы что-то делаете не так, то ничего не остается, кроме как менять, ну, менять свое поведение, менять свои взгляды, менять свою точку зрения на какие-то вещи, может быть, прислушиваться больше к девушке и так далее. Анализировать уже ваши цели, желания и так далее. Смотреть, как вы выступаете в отношениях и так далее. Возможно, придется заново учиться строить отношения. Такое тоже может быть. Вопрос в том, готовы ли вы это делать. Ну, а если вас все это не устраивает, то тогда просто вам нужно будет искать дальше девушек, чтобы какая-то из них обязательно, ну, наконец-то оказалась той, которая не уйдет. Вот только я понимаю, что после каждого ухода вам тяжелее и тяжелее довериться человеку, и это будет действительно с каждым разом с отложнее, если вы не будете над собой работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.